Хей! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами ваш друг Бебей, и мы продолжаем изучать такую замечательную игру, как Аркс Фаталис. В прошлый раз мы остановились на том, что обнаружилась правда о нашем главном герое Амшигаре, а именно то, что он является стражем, которого послали из Нодена, дабы он остановил тупых культистов, пытающихся призвать злого бога Агба. Теперь же наша задача найти местонахождение логова этих культаёбов, и в этом нам поможет мужичок по имени Эрцог, которого спалили, когда он совершал какие-то стрёмные ритуалы. Кстати, с тех пор, как люди узнали, кто мы на самом деле, к нам начали относиться намного лучше. Рад видеть тебя, страж! Он? Рад? Подходим к темнице и слышим нытьё Эрцога. А сейчас вы увидите ситуацию, которую я просто обязан превратить в мема с категорией Гэ. Что я наделал? Я наверняка обрёк на муки свою душу. Мы разговариваем с Эрцогом и узнаём пару интересных вещей. Во-первых, выясняется, что Эрцог тот ещё лошара. Культисты сказали ему, что если помолиться Агбе и провести пару ритуалов, то он сможет воскресить свою жену. И как бы это ни было странно, но молитвы не помогли. Прям как в жизни! Во-вторых, Эрцог люто боится, что страж ему сейчас глаз на жопу натянет, и поэтому рассказывает, где же находится вход в логово культистов. Вы не поверите, но вот это вход в их логово. Вот это поворот! Закрываем Эрцога на нарах и уходим. Далее мы становимся свидетелями того, как две змеи-бабы доёбываются до короля Ландшера. Больше я не собираюсь повторять Ландшер. Короче, бабище требует от Ландшера какой-то артефакт под названием Крагас. И если король его не вернёт, то змея-баба будет его анально угнетать до скончания веков. Хе-хе-хе, выйдет за него, что ли? Ландшер говорит, что это непросто, так как будто в щеки спиздили артефакт 20 лет назад, а в дополнении к этому убили его дочку и жену. Змейки уходят, и мы разговариваем с Ландшером лично. Ничего не понимаю. Что произошло? Не обижайся, но лучше бы тебе держаться от этого в стороне. Это внутренние дела королевства. Ну и хуй с тобой. Прежде чем идти в логово культистов, я решил пройтись по локациям и узнать, кто чем живёт. В первую очередь меня выцепила змея-баба на выходе из замка. Она решила помочь и показать нам систему местных телепортов, которые расположены по всему Арксу. Мне нужно их находить и активировать особым заклинанием. После этого перемещения по локациям будет куда легче. Кстати, если вы будете играть в данную игру, то не забудьте написать на бумажке комбинацию рун для активации телепорта. Если вы забудете, то уже никто вам эту комбинацию не расскажет. И будете вы тогда ходить пешком, словно ёбнутый мешком. Затем мне попалась какая-то бабища по имени Алисия. Вы не знаете меня? Я Алисия. И банкир Гарри, мой жених. Скоро мы поженимся. И я буду так же богата и влиятельна, как красиво. Да, конечно. Вы работаете с ним? Работать? Как просто людинка? Какая дурацкая мысль. Зачем работать, если Гарри так богат? Вау, в этой игре есть тупая пизда, которая любит мужчину только ради денег. Прям как... Да ладно, хуй с ним. Пошло всё в пизду, сколько можно, блин. Затем я нашёл и самого Гарри. Он заправляет местным аналогом Сбербанка. Этот банк, кстати, можно обчистить, но мы об этом потом как-нибудь поговорим. Наконец-то я добираюсь до магазина хостоваров, и мы узнаём страшную новость. Сожалею, но сегодня я просто не могу торговать. Я собираюсь закрыть лавку. Может быть, позвать лекаря? Нет, нет. Я вовсе не больна. Это всё моя дочурка Шани. Девочка Шани пропала, а у государства нет времени, чтобы её искать. Поэтому женщина умоляет нас помочь найти девочку. Вообще, когда я в первый раз проходил эту игру по пиздюковке, я подумал, что Шани в край ебанулась и залезла слишком глубоко в крипту. Но о том, что случилось на самом деле, мы узнаем позже. А пока что заносим этот квест в дневничок и идём дальше. Поскольку логово культистов то ещё местечко, я решил немного походить туда-сюда, пособирать разный лут и выполнить пару сайдквестов, дабы стать сильнее. Для этого я сначала сходил в кристальные пещеры, которые находятся между королевством гоблинов и королевством людей. Тут находится люто мерзкий отвратительный паук. Вы только посмотрите, какой он урод! Тем не менее, я его пизжу и зарабатываю себе немного драгоценной экспы. Кстати, вы, наверное, не знаете, но Аркс Фаталис не особо популярная игра. Да ладно! И в частности, потому что она страшная, шо пиздец! Вот представьте себе, купили вы такие себе диск с игрой, потому что барыга на рынке сказал, мол, «Это такая классная ролевая игра, вот прям ходишь, а ки-рыцаря нагибаешь всех вокруг». И вот ты уже готов быть подземным паладином, но ехидная атмосфера тёмных подземелий так не думает. На записи не слышно мой голос, но поверьте мне на слово, я обосрался. И это одна из главных проблем данной игры. Многие, включая «Юного меня», в своё время купили эту игру и ожидали лайтовых приключений а-ля «Моровинт». Но кто ж знал, что это ещё и наполовину ебучий хоррор? Разрабы, сами того и не зная, сделали одну из самых страшных игр, где вас пугают ни скримеры и ни внезапные ебаки. Это игра, где вас пугает атмосфера. Атмосфера тёмных страшных подземелий. И дабы вы лишний раз в этом увиделись, мы сходим за ещё одним квестом. Возвращаемся в темницу гоблинов и находим вот эти двери. На табличке написано, что тут заканчиваются владения гоблинов. А теперь я советую вам надеть наушники и сделать звук чуть-чуть погромче. Не бойтесь, скримеров не будет. Классно, да? В этих пещерах мы находим рыбачащего тролля по имени Грю. Грю рассказывает, что не хочет работать на гоблинов, ибо считает их мерзкими, мелкими, хитрыми пиздоболами. Он больше предпочитает уединённую жизнь в этих пещерах, где он сможет спокойно жить, кушать рыбку и не работать. Также он рассказывает, что любит делать музыку и статуи. Грю является художником. Вы хоть понимаете, что это значит? Грю первый в мире тролль Сыча не такой, как все. И только попробуйте сказать, что это не прям как в жизни. Сыч говорит, что у него сегодня день рождения и совсем нет друзей, которые могли бы его поздравить. И только попробуйте сказать, что это не прям как в жизни. Тут же Амшигар предлагает Грю стать его другом. Я хотел бы подружиться с тобой. Правда? Твоя хотеть быть друг для Грю? Моя новый друг. Здорово. А что твоя принести Грю на день рождения, друг? Подарок? Сейчас посмотрим. И вы не поверите, но это новый квест. Эпичный и героический. Отправляемся в пещеры тролля и находим там Бурваку. Тот рассказывает, что Грю всю жизнь жил под землей и был бы рад узнать, как выглядела раньше поверхность. Однако вся земля покрыта снегом и у Грю нет возможности лицезреть травку и солнышко. Поэтому мы отправляемся в библиотеку Змеи и Бабы и просим у нее книгу с картинками. Вот книга, которую ты ищешь и можешь набрать ее седа. Именно эта книга и станет отличным подарком для Грю. Все, анимешник, держи свою мангу на день рождения. Как тебе это понравится? За это Сыч дает нам амулет, благодаря которому тролли-шахтеры не будут нас трогать. Найс. Пок теперь будет сам торговать самоцветами, а нам еще и скидочку сделает. Правда теперь я окончательно испортил отношения с гоблинами, и во время его следующего визита они все, включая вождя, набросятся на меня. Я, конечно, всех с легкостью убил, ибо стал здоровым как пельмень. Ну все, я прокачался, экипировался, можете заценить мой новый фэшн. Самое время идти и штурмовать очко сатаниста. Прохожу через заставу, тут, кстати, все живы и здоровы, можете не переживать. И иду в таверну. Тут я общаюсь с Польсием и узнаю, что гоблины втихую продавали жрецам Агба людей. Польси сказал вождю гоблинов, что это не их метод, за что тот и запер его в тюрячку. Такие дела. Я стучусь в дверь и говорю пароль, который мне рассказал Эрцог. За дверью стоит какой-то стетхом, но нам пока что его лучше не трогать. Я вас категорически приветствую. Теперь вы в логове сатанистов, и тут начинается самое веселое. Это место просто кишит кучей ебанутых полумагов-полупидоров, которые будут нападать на нас при первой же возможности. Также тут есть головоломки уровня Б, но о них чуть позже. Сейчас самым логичным выбором будет просто побегать туда-сюда, попутно устраивая геноцид-сектант. А поскольку я достаточно силен, для меня это не составляет абсолютно никакой трудности. И это несмотря на то, что эти емантяи неплохо знают колдунство. Они и подхилить себя могут, и пары заклятий в ебло дать. Кстати, тут нам попадаются несколько странных камней. Они очень сильно помогут в дальнейшем, так что подбираем их и стараемся не проебать. В какой-то момент я убиваю особо сильных сектантов-пидоров, и нахожу на их телах записки, которые объясняют, как открыть доступ к комнате с метеоритом. Чтобы открыть доступ, нам надо найти каменного голема, стригерить его на себя, довести его до комнаты с нажимной плитой на полу, заставить его наступить на эту плиту, войти в открывшуюся комнату и дернуть за рычаг. Теперь доступ к метеору открыт. Правда, осталась одна проблема. Этот самый голем, которого надо пиздануть, но я болт на него забью, так что соси хуй за лупу, хуила каменная. В одной из комнат я нахожу слепого культиста и разговариваю с ним. Он думает, что мы брат Шигар и говорит нам. Брат Шигар, как же плохо, что люди такие хуесосы и не верят Агба. Ведь он такой сасный и всех спасет нас от этого ужасного снега на поверхности. Наши дети будут бегать туда-сюда, играть в травки, ух. Да, круто-круто. А можно мне подойти ближе к метеору, дабы, ну, лично помолиться Агба, скажем так, тет-а-тет? Ты чё, дурак, блядь? Тут где-то страж ходит, поэтому к метеору могут подходить только высшие жрецы Лорды Сервиус. Какие ужасные вести. Агба защитит нас. Тут, кстати, есть разные секретики с полезными ништяками и их лучше собрать сейчас. Вот, блядь, только не каменный голем. Сука, а ты тут что делаешь? Я думал, ты отъебался от меня, блядь. Сука, блядь, ёбаный клеммой. Ёбаный крат, аж ебал. Оу май, ещё один секретик. Так, чё тут написано? Пусть тот кто... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Понятно, херня какая-то. О, Лутецкий. Сука, что за херня? Какого он? Он меня парализовал. Чего, блядь? Сдохнет, тварь. Блядь, ебаная игра. Хватит меня мучить. В итоге я дошел до прохода, который надо было открыть. И твою мать, это что, кровь? Мясо? Я словно по фаршу хожу. Вы больны? Что вообще тут происходит? Это, типа, нормально? Где гуманизм? И тут мы, пожалуй, сделаем одну маленькую паузу, дабы я сказал вам одну вещь. Чем дальше мы играем, тем криповее и ебанутие становится эта игра. Скоро вы начнете забывать шуточки про булки, троллей, алкашей. Игра все сильнее углубляется в ужас и выворачивает наизнанку. Такое понятие, как темное фэнтези. Мы идем дальше и обнаруживаем Лорда и Сербиуса, а за ним метеорит Кольтк и какую-то бабу. Страж, твое присутствие большая отрада для нас. Значит, у нас и впрямь хватит сил, чтобы призвать сюда Акба во всем его величии. А мы с тобой, радость моя, продолжим нашу церемонию. Позже. Затем и Сербиус убегает и призывает на помощь ебаку из игры Варкамера или чего-то подобного. Демон, конечно, криповатый, особенно из-за его вот этого сосательного рта, из-за чего он мне немного напоминает блогеров, но битва с ним не особо сложная, знаете ли, да. Мы с легкостью убиваем демона и освобождаем дабу. О, будь благословен, путник. Не знаю, кто ты, но сегодня у тебя стало на одного друга больше. Акба придется поискать добычу в другом месте. Я не забуду этого, обещаю. Теперь нам надо коснуться метеорита, но тут случается твист. И вместо того, чтобы уничтожить метеорит, мы ничего не можем сделать. Этот кусок говна высосал наши силы, а Амшигар лишь удивленно охуел. После этого мы проходим через тайный проход в тюрьму гоблинов и видим кат-сцену, где лорд Иссербиус вворачивает анус Эрцога наизнанку. Пощадите, господин, он угрожал мне. Пощадите. Ну-ну, Эрцог, ты же прекрасно знаешь, что каждый из нас должен сделать все, на что способен. Не отчаивайся, твоя скромная жертва не будет напрасной. Возвращаемся в королевство людей и узнаем, что на заставу снова напали Илсиды. Вот только на этот раз никто не выжил, и мало того, Илсиды спиздили все трупы. И тут король просто как истинный разумист приходит к самому гениальному умозаключению. Наверное, Илсиды тоже поклоняются Агба. Да ладно! Также мы узнаем, что тот пидор из обсерватории дал съеба, потому что почувствовал, что его вот-вот раскроют. Суиберис и Иссербиус это одно и то же лицо. Да ладно! Тут же Амшигар дает понять, что беда не приходит одна, и рассказывает, что кусок метеорита истощил нашего главного героя. А алхимик объясняет, что случилось самое страшное. Камень теперь в резонансе с Агба, и канал энергии вытянет из тебя и магическую, и физическую силу для Агба. Касаясь его, ты посылаешь собственную силу злейшему врагу. Однако тут же нам говорят, что все-таки есть способ уберечься от этого. Войну магов Орден Эдернея дал королевству мощный артефакт, состоящий из двух колец. Крагос и Загар. Когда эти два кольца надеты на человека, из того невозможно вытянуть его энергию. Но есть одна маленькая загвоздка. Загарк находится у Змеи и Баб, а вот Крагос пиздили какие-то мятежники 20 лет назад. И угадайте, кто тот счастливчик, кому придется всю эту залупу искать? Для того, чтобы наши поиски хоть к чему-то привели, нам придется спускаться все ниже и ниже в подземелье. Возвращаемся в королевство гоблинов и троллей. Отсюда мы находим спуск на Ярус 4. Вообще, эта локация немного больше, чем те, что мы видели до этого, и есть достаточно большой шанс заблудиться. Также на этой локации будет несколько интересных событий, о которых я вам сейчас и расскажу. Для начала мы тут с вами натыкаемся на даму, которую спасли от ебанутых культистов. Какое счастье, увидеть тебя вновь, странник. Это чувство взаимно. Я даже не знаю твоего имени и думаю... Позже. Позволь мне пока остаться таинственной женщиной. Ох, неужели это... Льдовь? Однако Амшгар лишний раз доказал, что влюбленный волк уже не хищник, и сразу же рассказал этой даме о своих планах и то, что он ищет логовы мятежников и кольца. После этого девушка такая говорит... Дальше вы не поверите, но великого стражника, посланника богов, снова оглушили и куда-то увели. Ибо нехуй писей думать, идиот! Мы просыпаемся в лагере мятежников, и оказывается, что эта дама их предводитель. Эту девушку зовут Алия, и она не против помочь Амшгару, ведь тот спас ее. По словам бабищи, Крагос на данный момент нужен им самим, так как они с помощью него защищаются. Вот это, кстати, я не особо понял, и, видимо, пойму в дальнейшем, и мы бы Крагос бесполезен без загарка. И как они с помощью него защищаются, я честно хуй знает. Алия сообщает нам, что отдаст Крагос, если мы принесем не менее мощный артефакт под названием Щит Древних. Данный артефакт находится в крипте в Королевстве Людей, но туда мы отправимся попозже. И слава богу. Прогуляемся по лагерю мятежников. Я тут, кстати, купил пиздатый двуручный меч у одного замечательного торговца. Ну чё, обосрались бы, если бы такого фраера в подворотне увидели, а? Я покидаю лагерь мятежников, возвращаюсь на локацию с озером, ибо тут есть еще много чего интересного. Во-первых, вы можете наткнуться на абсолютно гениальную ловушку гоблина. И тут даже дело не в том, что они так очевидно расставили монетки, которые ведут к сундуку. Просто после очередной подобранной нами копеечки, они начнут слишком громко перешептываться. А когда я открою сам сундук, на меня нападут три дохлых гоблина, которые будут зарезаны мной просто на изи. Во-вторых, тут можно случайно наткнуться на тайный вход в логово змей-баб. И поверьте мне, ничем хорошим это не кончится. Ибо змей-бабы не любят, когда к ним заходят сзади. И в-третьих, на данной локации в какой-то момент Амшигар наткнется на статуи змеи, и внезапно включится катсцена, где мы увидим, как некие культисты куда-то идут. Если мы тихо проследим за ними, то можем обнаружить, что они идут на тайную встречу, где собираются принести в жертву Шани. Ах вы суки педофильские, а ну отпустите лолю! Кстати, если вы криворукий дебил, то есть шанс, что после убийства культистов Шани уже будет мертва. Но этого можно избежать, если не торопиться и спокойно следовать за ними, не выдавая себя. Тем не менее, девочку я спас, а мы получили благодарности и новый левел. Вообще, насколько я помню, если мы вообще не будем идти за культистами, то в какой-то момент Шани будет принесена в жертву, а из этого помещения на нас вылетит вот подобный демон. Забавно, что в этой игре есть возможность убийства одного единственного на все подземелье ребятенка. Эх! Дальше я спускаюсь на ярус ниже, где находится логово змей-баб. На этой же локации на меня впервые нападает сраный крысолюд! Это, кстати, его голос мы слышали в пещерах с пауками. Чтоб вы знали, но многие пользуются темными услугами этих тварей, и без них получаются очень хорошие наемные убийцы. Судя по всему, лорд и сербиус нанял крысолюда для того, чтобы тот кильнул нас. И вполне возможно, именно этот крысолюд и ебнул фалана Арбипланакса по жопе! Несмотря на то, что этот уебок периодически исчезает, я смог поделить его на ноль. Теперь же можно спокойно заходить к змей-бабам. И да, если мы заходим по-человечески, то они вполне дружелюбно к нам настроены. А вообще в их логове какая-то не особо здоровая атмосфера. Жутко, да? Находим их предводительницу Великую Мать. В разговоре с ней мы даем понять, что загар к нам очень даже необходим, ведь Амшигар единственный, кто может уничтожить метеорит и остановить Акба. Старшая Змей-баба согласна с этим, но также замечает, что нам нужно показать, достойно ли мы получить этот артефакт. А то мало ли, вдруг Амшигар хуемразь. Чтобы получить кольцо, нам надо пройти особые испытания, которые я называю не иначе, как испытания разумизма. Дело в том, что эти испытания представляют из себя серию головоломок, которые настолько ебанутые, что вы можете их решить лишь по чистой случайности. Просто слушайте решение этих головоломок и охуевайте. Мы заходим в помещение, где находятся куча занавесок, несколько рычагов, дверь и какая-то змея. Нам надо отодвинуть одну из занавесок, дернуть рычаг, зайти в таную комнату с закрытым сундуком, прочитать записку, шмальнуть из лука вместо, где срослись хуйня и хуйня. Дальше нам надо открыть сундук в другую комнате, забрать из него золотую смею, использовать в комнате с рычагами заклинания рассеивающая иллюзия, дернуть за появившийся рычаг. Зайти в другое помещение, где находится хрустальный шар, несколько комнат с рычагами, посмотреть в хрустальный шар, он покажет нам рычаг, но как понять какой? В каждой комнате с рычагом положить по одному предмету, снова посмотреть в хрустальный шар, понять за какой рычаг дернуть, снова посмотреть в шар и так несколько раз, пока не откроется проход дальше. Теперь нам надо забрать золотую змею и зайти в другую комнату, тут будет два коридора, один длинный, другой короткий. Выбираем длинный путь и попадаем в комнату с рождебным залупаном, убиваем его, заходим в стену, попадаем в коридор, нажимаем на тайную кнопку и заходим в другой коридор, Тут же нажимаем кнопку и попадаем в другой коридор Идем по нему, попадаем к чаши, в которую кидаем золотых змей Далее получаем заветное кольцо, убиваем две ожившие статуи Испытание пройдено Изи пизи На выходе я нахожу труп мертвой женщины-змеи И записку, в которой говорится, что произойдет какая-то встреча в крустальных гротах Я собираюсь валить, но тут происходит неожиданное Со мной связывается бог пиздеца Агба и говорит вот это Страж Мое воплощение в Арксе ничто уже не остановит Слишком поздно Но почему мы должны быть врагами? Присоединяйся Ты, как я, пленник Нодана И лишь я волен освободить тебя Не предавай же свободу Что пробу быть рабом в Нодане Если мы можем вместе, как боги, править миром? Иди со мной, страж И я обещаю тебе власть О коей ты не мечтал Да уж гром задира уже не тот На этом данное видео заканчивается Мои дорогие друзья Как вы могли заметить, градус ужаса и пиздеца в этой игре становится все больше и больше Поэтому следующее видео будет посвящено одному из самых пиздецовых моментов в игре До скорых встреч, дорогие друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok